МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казалось бы, в 90-е разрешили нормально работать, однако тут же пришли всевозможные бандиты, которые зачастую сросшиеся с властью, рейдерство, убийство и так далее, и тому подобное. К сожалению, и до сих пор бизнес в этом плане тоже живется не так-то просто, и в этой связи его интерес защищает не только бизнес-омбудсмен, у нас один из гостей Антон Стамплевский, но еще такая структура, как Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Чем эта структура занимается, кому помогает, какие дела уже удалось реализовать, какие дела, может быть, даже закончились не так успешно, как хотелось бы. Об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями. А вы нам, пожалуйста, звоните 300-190, если вы сам предприниматель, если вы сам бизнесмен, есть ли какие-то проблемы. Или, может быть, наоборот, вы считаете, вообще все хорошо, широкая дорога у нас, как, знаете, раньше молодых, широкая дорога, теперь бизнесмен у нас, широкая дорога и почет. Хочу представить остальных гостей студии. Это Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. И адвокаты Александр Крылов и Вероника Сальникова. Добрый день. Дама и господа, спасибо большое, что нашли. После тяжелых, наверное, утомительных праздников, а может быть, утомительно, потому что вы работали, может быть, вот, к примеру, адвокаты, спасибо, что нашли время прийти к нам в эфир и обсудить. Так вот, Антон, наверное, вот с вас начнем. Вообще, вот что за структура, Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»? Я хотел в конце уже о ней скорее сказать, да. Ну, начнем с нее. Ну, на самом деле, ЦОП БПК, такое сокращение, не очень благозвучно звучит. Да, поэтому я шифровался. Да, Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» это первая в России такая общественная и государственная организация, которая рассматривает конкретные обращения предпринимателей по фактам рейдерства и коррупции. Еще не было института уполномоченных по защите прав предпринимателей, а Центр в 2011 году на федеральном уровне уже стал работать. И предложили его создать именно предприниматели, деловые сообщества. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия, Опора России, Российский Союз промышленников-предпринимателей. Так называемая «Большая четверка деловых бизнес-объединений». И правительство поддержало эту инициативу. Была создана структура, было даже специальное распоряжение правительства. И, по сути, это такая экспертная площадка, которая выполняет функцию по анализу поступающих обращений предпринимателей. Тогда это в деловые сообщества, а сейчас уже в аппарату полномоченного. Ну и есть наиболее сложные, наиболее резонансные дела, в первую очередь связанные с уголовным преследованием предпринимателей, которые как раз именно должны получать общественную оценку, по результатам рассмотрения, выносится общественный вердикт. Но надо сказать, что много разных координирующих, координационных, общественных структур создано, как на федеральном, так и на региональном уровне. Но вот единственной, которая конкретные дела рассматривает, является именно Центр общественных процедур бизнеса против коррупции. И в нем как раз сформировано, вот в нашем Тверском центре сформирован такой общественный совет этого центра, куда входят не только предприниматели, лидеры деловых сообществ, а туда входят и независимые средства массовой информации, главный редактор вашего телеканала, печатных изданий. Туда входят самые, наверное, профессиональные, известные тверские адвокаты. Ассоциация юристов России тоже присутствует. И наша задача именно не только рассматривать конкретные жалобы предпринимателей, для этого, в принципе, и аппарату полномоченную, уже существует с 2012 года в России, а с 2014 года в Тверской области, но именно придавать серьезное общественное звучание ситуации, которое есть сейчас и которое пока еще сохраняется как проблему. Я имею в виду уголовное преследование бизнеса. Недавно встречался в конце года президент с полномоченным федеральным Борисом Титовым, и там тоже шла речь о уголовном преследовании предпринимателей. Тоже об этом состоялся разговор. О чем это свидетельствует? О том, что пока уровень экономической безопасности у нас не очень высокий. Защита собственности, вот эти процессы. Поэтому и много обращений к нам, много обращений к коллегам-адвокатам, много обращений в общественное объединение бизнеса. Есть системные проблемы, которые зафиксированы, если будет время, я потом скажу, в федеральном докладе. Системные проблемы связаны с уголовным преследованием бизнеса, которые отчасти решаются, но некоторые из них остаются нерешенными. То есть слова предыдущего президента «хватит кошмарить бизнес», они как-то мимо ушей всех правоохранительных органов пролетели, да? Это же их, по идее, работа-то, уголовное преследование-то. Действительно, есть определенные подвижки, и по 2020 году они тоже были, о чем идет речь в первую очередь. Ну, даже, по-моему, в середине года был приказ Генеральной прокуратуры, было совместное указание для СК, прокуратуры, МВД, таможенной службы и ФСБ. Специальным образом, скрупулезно, подходить внимательно к уголовным делам в отношении предпринимателей. И там много аспектов, у меня даже, по-моему, с собой есть, я взял и распечатал это указание. Конечно, подводить итоги рано, потому что только в конце июля, по-моему, было принято это указание. Но я надеюсь, что в 2021 году уже будут какие-то предварительные итоги, и мы посмотрим, какова динамика, связанная с уголовным преследованием предпринимателей, сколько таких дел, сколько из них доходит до суда, какая ситуация с избранием мер пресечения в отношении предпринимателей, потому что мы помним, скажем, такой серьезный разворот после послания президента, и даже Верховный суд дважды специальные разъяснения на своем плену, специальные постановления принимал, каким образом подходить к вопросам избрания мер пресечения в отношении предпринимателей. Кстати, вот эти вопросы тоже в предыдущие годы на Центр общественных процедур выносились, когда предприниматели, к сожалению, находятся в СИЗО. И в этом смысле то, что в каждом почти послании президентском это находит отражение, это проблематика, то, что на недавней встрече с Титовым тоже звучали эти моменты, говорит о том, что пока еще ситуация такая тревожная, и пока говорить о том, что все проблемы решены, мы не можем. А какие проблемы как раз испытывают там в бизнесе? Ну, я вот тогда к докладу федерального полномочного адресую наших телезрителей, потому что помимо работы с конкретными обращениями нашего аппарата, и Центра общественных процедур бизнес против коррупции, большая аналитическая работа ведется, и в федеральном докладе почти последние годы обязательно есть специальный раздел об уголовном преследовании бизнеса. Это не просто там какие-то предложения, хотя все предложения всегда основаны на мнении предпринимателей, все предложения уполномочены. Но это и аналитическая составляющая, и даже результаты опросов, которые Федеральная служба охраны помогает проводить. ФСО. Да, он проводит большие ежегодные опросы. ФСО. Ну, потому что, наверное, они одна из лучших аналитических структур в России. И у нас есть возможность нашего института с помощью коллег проводить такие специальные опросы. Так вот, о чем свидетельствуют и опросы, и ситуации, и аналитические выкладки. Что первое, пока бизнес не защищен реально от необоснованного уголовного преследования. Второе, основной состав преступления, который вменяется, как правило, и коллеги, наверное, не дадут мне соврать, это мошенничество. Вот, в том числе и ситуация перевода гражданско-правовых отношений в уголовно-процессуальную плоскость. Вот это присутствует, и, наверное, пандемия, и прошлый год не стали исключением здесь. А даже, мне кажется, в большей степени формируют эту негативную, я считаю, тенденцию внутри предпринимательской среды. Третье, пока не сформирована практика выработки решений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, которые позволяют полностью достигать цели уголовного судопроизводства без ущерба предпринимательской деятельности. О чем идет речь? И о чем в том указании Генпрокуратуры идет речь? О том, что не надо допускать, ну, выходить за предметы проверок, да, процессуальных действий. Не нужно там изымать все, что кажется, на первый взгляд, подозрительным и чехом блокировать работу структур. Ну и не нужно помещать в СИЗО, потому что это сложности в ведении бизнеса, а за каждым предпринимателем коллектив, трудовые отношения, это благополучие семьи. Это тоже надо понимать. И четвертый момент, вот по мере пресечения я сказал, все-таки, мне кажется, вопреки требованиям законодательства и там 108 статьи уголовного процессуального кодекса, пока еще избрание мер пресечения там более мягкой, там, залоги, запрет определенных действий, поручительства и так далее, они не очень хорошо аргументируются. И пока такой обвинительный уклон, он присутствует. Хотя динамика по 2019 году, я надеюсь, по 2020 мы тоже подведем, посмотрим судебную статистику, как работает 108 статья в нашем регионе, она там, ну, неплохая. И последнее, пока еще вот в плане, уже я забегаю, может быть, вперед, оснований на замену части наказания, вообще оснований для условно-досрочного освобождения, вот так, чтобы четко это было прописано и в отношении предпринимателей работал, я на практике здесь тоже говорю, мы видим, что такая прозрачная система установления и наличия этих оснований, ее нет. То у нас сейчас есть основания выпустить рекламу. Три минуты, не переключайтесь, дорогие телезрители, мы сегодня говорим о том, как и почему нашему бизнесу не так хорошо живется на Руси. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы говорим о том, как бизнесу от всевозможных проблем помогает такая структура, как Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». И вот мы выяснили в предыдущей части разговора, что до сих пор, к сожалению, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, те почему-то наезжают на пенсию, почему-то наши правоохранительные органы, как-то все, не все у них ладится в защите «Бизнеса», и на порой даже получается до сих пор кошмар. А вот, господа юристовы, скажите, пожалуйста, мне интересно ваше мнение, а как так получается на самом деле? Вот Антон сказал, что генпрокуратура выпустила некое ЦУ о том, что надо, товарищи, причем касалось всех, даже ФСБ, наверное, все сильно. А вот че-что человека цеп-царапают, все, что нас же-то непосильным трудом изымают, как вот Антон сказал, а самого на Колыму практически. Ну вот скажите, вот вы же у нас юристы. Ну, на самом деле, я думаю, исходя из нашего отношения к профессиональному сообществу адвокатов, наша профессия связана с анализом конкретных документов, не статистических данных. И поэтому говорить в данном конкретном случае, почему так происходит, невозможно, так как это не объективно будет, мы не видим конкретной фактуры. В каждом вопросе есть люди. Человеческий фактор никто не отменял в любой профессиональной деятельности нашего, в любых общественных структур, в том числе государственных органов. И я думаю, что здесь самое главное и самое, наверное, сложное. Вот мы, сегодня как раз, будучи членами общественного совета, перед Новым годом принимали участие в одном из заседаний тоже. Для нас, как, с одной стороны, адвокат, с другой стороны, члены общественного совета, все-таки это члены общества, которые оценивают не только с точки зрения закона, а именно больше аналог, можно сказать, судоприсяжных в обществе, если можно такую альтернативу привести. Здесь самое главное найти ту точку грани, где заканчивается правомерное использование тех или иных государственных полномочий, и где начинается уже, скажем так, их превышение злоупотребления. Да, превышение, потому что это уже преступление отдельное, если таковое имеется, опять же, правоохранительные органы, я уверен, могут реагировать и должны реагировать в данном случае, если, соответственно, еще обращение есть. Но злоупотребление, это такой действительно термин, как и в гражданском праве, он имеется, так называемый шикарно. То есть реализация этих прав, любых, пусть мы говорим о гражданских или полномочиях государственных, он заканчивается ровно тогда, когда начинается именно, скажем, вторжение уже сферы других прав или других законных интересов, не в рамках пределов той компетенции, которая у того или иного органа есть. Поэтому, конечно, здесь говорить о том, что многое изымается, излишне может быть. С одной стороны, опять же, это все предмет нужно смотреть, исследовать. То, что если уже существует уголовное дело, и происходят соответствующие процессуальные действия, то сложности в реагировании заключаются здесь в том, что в том числе общественным институтам, то, что все-таки фигура следователя, который ведет дело, и его свобода достаточно широка с точки зрения уголовно-процессуального законодательства, так же, как и оспаривание действий, не всегда дает результаты. Потому что все-таки фигура пока идет предварительно расследованием. Соответственно, да, есть пределы закона, но есть и свобода усмотрения. То есть, задача следователя установить, да, то есть, объективную истину, то есть, расследовать. И здесь сложно как раз обосновать с точки зрения именно на практике, а что же является излишним изъятием, а что, например, является достаточным. Потому что это возможно только после проведения соответствующих продукциональных действий, осмотра того, что изъято, да, то есть и так далее. Поэтому здесь все зависит от того, если, скажем, над этими действиями некая надстройка, возможно, невидимая, да, потому что, по большому счету, наверное, враг Центра общественных процедур, с которым он борется, такой невидимый враг, да, потому что мы говорим о признаках возможного рейдерства, либо о каких-то коррупционных составляющих, то, что является предметом, и в методических рекомендациях описано. Это ведь все-таки такое, что невидимое, как правило, не существует на документах, да, то есть, как раз и нужно оценивать совокупности все действия. То есть, конкретные, может быть, каждое в отдельности действие и соответствует требованию закона, и, как правило, это так, а вот во всей совокупности оказывает ли это излишне, может быть, воздействие на бизнес или нет. Конечно же, сама по себе эта процедура, и Центр общественных процедур, это замечательная, скажем, общественная структура, которая действительно, на мой взгляд, эффективно действует. Она дает возможность бизнесу. Она, самое главное, дает возможность придать этому общественный резонанс, внимание дополнительно. Потому что, когда к той или иной ситуации происходит дополнительное внимание, то в любом случае, наверное, участники ситуации, которая рассматривается, ну, наверное, более осторожны, да, в своих действиях. Поэтому, наверное, может быть, прежде всего это и позволяет добиваться эффективных каких-то мер реагирования, поддержки. Плюс рабочие группы, которые с помощью Центра общественных процедур собираются. В свое время, вот мы с Вероникой тоже были, я уже не помню, в каком году, как раз где-то, наверное, 12-13 год, когда нам Борис Юрьевич как раз диплом выручал по пробу он экспертам. Как раз мы присутствовали на одном заседании Федерального Центра общественных процедур, где рассматривались, ну, действительно, несколько конкретных проектов, да, где реально, действительно, фактически у предпринимателя, ну, просто весь бизнес, не просто там, скажем, критерии здесь оценки можно отдавать разные, но действительно он его потерял, и рассматривался, и было принято решение, там, и участвовали генеральные эксперты, да, что действительно о поддержке. И самое главное, там, решение, скажем, общественного совета, это принять решение, помогать, пытаться помочь, разобраться, дополнительно лишний раз провести проверки, может быть, от имени института полномоченных направить куда-то запросы для дополнительного исследования, да, обстоятельств, потому что все это только при внимательном изучении может дать ту или иную пользу и какую-то информацию действительно для реагирования. Александр Ильич, прав, мне кажется, не каждое обращение находит подтверждение. Даже если брать статистику федерального ЦОПа, да, у нас не так много обращений в Тверской области, именно таких вот сложных, резонансных, там, связанных с уголовным преследованием, с коррупцией, но на федеральном уровне действительно там очень большой процент отказов, и в том числе, там, когда речь идет о лондонском списке, там, да, о том, что там люди где-то находятся в международном розыске. Такие отказы тоже есть, поэтому я... На мой взгляд, еще определенной сложностью в реальном практическом применении, да, вот о чем говорил Антон Владимирович, соответственно, по 159, да, то есть мошенничество, одна из, наверное, наиболее распространенных в сфере экономических преступлений. Статья, которая, с одной стороны, очень широка в восприятии того, что же в объективную сторону, так называемое, преступления можно включать, какие действия можно оценивать, как преступные, либо иные, либо законные, да. И здесь одной из самых сложностей, как раз по применению, это по 108, да, по исключению меры пресечения, это все-таки те действия, которые усматривают проходительные органы, да, как бы как нарушающие закон. Все-таки эти действия совершались пусть даже владельцам некой структуры бизнес, как в сфере предпринимательской деятельности, либо все-таки нет. Вот это очень наиболее такой острый момент, когда все-таки можно отнести это к бизнесу, да, и применять нормы, которые позволяют защищать бизнес, либо это все-таки преступление, которое совершено было возможно, да, еще потому что это будет суд проверять, рассматривать это дело, но как изначальное обвинение, может быть, какое-то или подозрение, которое существует, оно на чем-то основано. Все на каких-то фактах достаточных, да, для того, чтобы возбудить дело, соответственно, начать уголовное преследование в отношении конкретного человека, либо по факту обстоятельств. Поэтому здесь вопрос критерий именно в этом. И вот, может быть, здесь с точки зрения, Антон Владимирович говорил о недостаточности, может быть, и регулирования этих вопросов, более детально, может быть, здесь целесообразно было бы расширить круг критериев, да, что позволяет отнести одни действия к совершенному именно в определенной плоскости, а другие в другой. Потому что, на самом деле, ситуация в практике возникает о том, что, когда речь идет о споре, проигранном в арбитражном суде, например, да, очень часто сторона проигравшего идет, обращается, пишет заявление и говорит, что вот лицо выигравшее каким-то образом, соответственно, с помощью обращения в суд, что само по себе уже абсурдно, да, обращение в суд — это реализация права на судебную защиту. И бывает ситуация, кстати, вот на последнем заседании, когда мы как раз нашему переданному году, мы рассматриваем одну из ситуаций, где фактически, со слов и заявителя, и экспертами, также было исследовано сам факт обращения в суд правоохранительными органами, да, если я не ошибаюсь, детальные документы мы рассматривали, сам факт обращения в суд был рассмотрен как чуть ли не способ совершения этого мошенничества, что уже априори абсурдно. Каждое лицо, которое считает, что право нарушено, имеет право на эту судебную защиту. И получается тогда, если мы, защищая свое право, идем в суд, и это оценивается как-то вот, ну, так, как мы говорим, но это, конечно, не совсем. Одно дело, когда лицо обращается в суд, может быть, использует какие-то документы несоответствующие действительности. Конечно, это может действительно нарушать законы, да, и в некоторых случаях и являться и преступлением. Но, опять же, все важно именно детали. В нашей деятельности профессиональной важны нюансы. А в вопросах оценки конкретной ситуации нюансы еще важнее. Потому что здесь как раз самое сложное, да, не допустить вот этого, скажем так, на мой взгляд, перехода грани, оценки, да, есть процедура, предусмотренная законом. Например, если, по крайней мере, следователь совершил какое-то действие, которое лицо считает нарушающими его права, он вправе его обжаловать, установлены законом порядки. И есть процедура. И вмешиваться в эту процедуру с точки зрения общества неправильно. Вопрос, когда, может быть, эти процедуры, ведь о чем говорит злоупотребление? Это использование каких-то недостатков законодательства, да, где напрямую вроде бы легитимности существует, законность этих действий, но так или иначе она может быть где-то излишней. А вот это критерии оценки изличности, ну, это вот то, что невозможно нигде четко регламентировать, описать. И поэтому у нас и действия, касаемые рейдерства, да, методические рекомендации на федеральном СОПе, также на сайте, они размещены, там, некое понятие коррупционности, рейдерства, критерии, что СОП рассматривает под тем или иным. Конечно, здесь важны признаки. А вот вопрос, есть или нет. Это может быть рассмотрено, совсем не каждый, но должно соответствовать двум ключевым признакам, да, это признаки там наличия рейдерства, да, и там коррупционной составляющей. Ну и, конечно, предприниматель в первую очередь, не каждый гражданин и не каждое уголовное дело там в отношении там лица может быть рассмотрено на данной процедуре. Вероника, а вот на ваш взгляд, вот ты как юрист, вот эти действия правоохранительных органов, когда, насколько я понял, когда человека необоснованно могут в СИЗО посадить, допустим, изъять, все тотально много и так далее, или вот как вот только что ваш коллега приводил пример, когда человек обратился в суд, а уже это говорит, а, это мошенничество и есть, самопопытка обращения в суд. Они по какой логике так действуют? Ну, что так проще, ну, не вникают, ну, они сами понимают, что делают, потому что, ну, вот даже вот это вот, вы как юрист сказали, что это абсурд, когда человек обратился в суд, а ему это вменяется, а, да ты мошенник, потому в суд обращаешься, у них там что, юристов нет, то есть они почему так действуют? Ну, в первую очередь, человеческий фактор никто не отменяет. А что это человеческое? Вы что же человек? Вот конкретный человек обладает определенными знаниями и познаниями, да, конкретный следователь, не знаю, сотрудник государственной службы той или иной, да, применяя меру воздействия, изъятия имущества, либо там человека посадить, закрыть на какой-то срок, да, ведь он руководствуется своими собственными знаниями, да, и представлением о том, что произошло и как надо воздействовать на то, чтобы исключить, ну, как он, преступление, да, или там нарушение, которое совершается. Поэтому вот он считает, что нужно применить такие меры и мероприятия. Ну, ваш коллега сказал, что это абсурд. А это верно ли? Это я понимаю, что, по-моему, что уровень, как вы сказали, знаний, он вот невысок. Важно, дело в том, что важно учитывать именно ту формировку, которую мы говорим абсурд. Расценивать сам факт обращения за судебной защитой, как даже способ совершения некого мошенничества, вот это абсурд. Ну, а что он юрфакт не заканчивал, что он так рассуждает, а, мошенник, кто-то негодяй. Для этого, для того, чтобы мы детально говорили об этом, это нужно брать те материалы, детально формировки смотреть, которые описаны, да, вот со слов заявителя мы эти информации обладаем, и заявитель выступал, соответственно, представитель, в том числе и адвокат, да, говорили, что написано вот так. То есть есть обвинение, которое обвиняет человека в определенный момент. Но все детально, понимаете, любая формировка, она может быть, буквально слова поменяй формировкой, она уже по-другому звучит, да. То есть, ну, сам факт в этом, что вопрос обращения в суд само по себе не может быть неправомерным. Вопрос реализации этого права, да, если заупотребление права. Бывает обращаются в суд в отсутствие нарушения права. А мы же не знаем, с чем он обратился в конкретно в суд, да. Или что там было написано в заявлении? Нет, ну, раз вот, вот, уже идет речь, что фиксируются факты, когда человека неправомерно посадили в тюрьму, когда человека неправомерно конфисковали там портсигары и так далее, презумпция невиновности. Вы понимаете, у меня создает впечатление, что все-таки, знаете, у нас как-то наша правоохранительная система действует, знаете, как-то дубиной народной войны. Это, правда, с толком работало. Француза гвозила, она просто гвозит всех подряд. Ну, что, не разбираясь, так проще. Проще его посадить. Чего разбираться, сможет он сбежать в Лондон? Не сможет. А вообще, ну, потому что, вот, Антон, ну, сами же сказали, что вот человек сажает, в итоге он там покосит, у него вообще бизнес весь накрывается и так далее. У коллегам комментировать сложнее. Я на конкретных примерах, можно, конечно, более конкретизирую? Потому что, первый тезис Александр Ильич сказал, там, статистика, вот, указание Генпрокуратуры, общее для всех силовых ведомств, оно с чего начинается? Что анализ результатов их деятельности всех показал, что нарушения при выявлении, расследовании преступлений в сфере предпринимательства носят распространенный характер. Вот распространенный. Понимаете, вот отсюда надо отплясывать и смотреть, и каким образом, ну, я думаю, будет в этом году ситуация меняться. Это первое. Второй момент на конкретных примерах. Вот, Александр говорит, невидимые, а иногда действительно, иногда и видимые. Вот. Один предприниматель поспорил с другим, ну, должен отгрузить товар один другому. Ну, спорная ситуация у них возникла, общий бизнес. А оказывается, приходит там сотрудник правоохранительных органов и в присутствии другого его, там, контрагента решает, что описать, там, какие арестовать товары, там, да, ну, вот это уже, вот как раз вот такая странная, странная такая составляющая. А что он там делал, да? Пусть правоохранительные органы сами независимо, непредвзято работают в рамках, там, рассмотрения того или иного заявления. Или другой пример, пока у нас на заседание еще не вынесено, а предприниматель уже осужден был, то есть, там фигурирует материал, сейчас будем смотреть, приговор, там фигурирует, что он за налоговым вычетом обратился. Ага. И вот в этом его, в том числе, и умысел проверить. Не имел права обращаться. Ну, типа. Да, вот он мошенник. Ну, потом последующие экспертизы в арбитражном процессе подтвердили, кстати, что он не прав, нельзя было налоговый вычет получать. И, кстати, в чем тогда его умысел, наоборот, он же в арбитраже проиграл, а в уголовном деле он мошенник. Человек потерял бизнес на 150 миллионов, а за 4 миллиона пошел в тюрьму на 3,5 года сейчас. Я вот про праздники спрашивали, как раз и до праздников, и сейчас. Так он несправедливо осудили, или что? Суд принял решение, сейчас апелляции, будем смотреть, справедливо, несправедливо, это такие оценочные категории. А надо смотреть в фактическую сторону дела. Ну, честно говоря, знаете, вот мы начали разговор с того, что было позитивного какие-то подвижки. Не то, что все плохо вообще. Вот я считаю, что среди их позитивных подвижек, вот просто, товарищ, поддержит меня, было то, что теперь по налоговым преступлениям, если ты ущерб погасил, да, ну, дело может быть прекращено. Ну, как с этим вычетом? А этот вычет, он описан как мошенничество, а не как налоговое преступление. Другая статья, 159-я, а не там, 199-я, а другая. Ну, значит, как покушение, если он не получил, как покушение. Ну, в общем, было бы здорово. А так вот, тот пример, который я приводил, предприниматель там продал имущество и погасил ущерб. В конце декабря он уже вот все предпринял для того, чтобы деньги, хоть он и не согласен, что 4 миллиона рублей он там в НДС получил, он ущерб погасил. И все равно сейчас в тюрьме находится. Вот в чем парадокс. Это тоже нужно эти моменты исследовать, нужно на них внимательно смотреть. Но очень важно, я с коллегами согласен, не смотреть после, постфактум, а вот на заре возбуждения дела, да, на самом-самом первом этапе, очень внимательно к этому относить. Василий Витальевич, поддержите. Да, Виктор Роман, с вашего позволения, немножко другой момент, который, понимаете, вот, ну, я к истории вопроса обращусь чуть-чуть. Торгово-промышленная палата у нас старейшая организация объединения предпринимателей, как в мире, так и в Российской Федерации, вот, ну, даже официально это с 1727 года. Что я хочу сказать? За это время предпринимательство проходило целый ряд моментов, связанных с отношением с властью. В основном, особенно апогея этого дела... Звучит фраза, как сношение с дьяволом. А в основном апогея этого дела приходился на советское время, конечно. Да, да, конечно. И после него у нас до сих пор осталось в значительной части общества некое наличие знака равенства между коммерческая предпринимательская деятельность и вор и мошенник. То есть, вот откуда эти деньги... Или спекулянт. Да. Вот я хотел к следующему перейти. Откуда эти деньги у него взялись? Ну, они там что-то сделали, да, он их-то задорого нам несчастным продал и получил деньги. Или в одном месте купил, да, а в другом продал. Ну, типичный спекулянт. Спекулянт, бросок показать нам. У органов дознания, да, или у органов следствия, у них вот эта вот грань, она не стерлась еще до конца тоже. Вот. То есть, если ты предприниматель, то ты, в общем-то, так уже косвенно подозреваемый. Почему? Ну, потому что нормальный человек, он пойдет работать куда? На завод или в полицию, да. А вот тот, который украсть хочет, он в предпринимателе. Осознание того, что предпринимательское сообщество производит тот самый добавочный продукт, на который живут органы власти, полиция, там, прокуратура и так далее, он еще не достигнут. Он у нас постепенно шажками-шажками пробивает свою дорогу. И дальше начинаются вот эти вот вещи, связанные с тем, что, да, ну, раз он априори преступник, то, в общем-то, сразу ему место и в СИЗО. Да, зачем тут долго особенно с ним разбираться? Это же понятно, что украл. То ли у него шапку украли, то ли он шапку украл. Ну, суть-то одна. Вот, постепенно мы из этой ситуации пытаемся как-то выйти. Государство, особенно столкнувшись в последние годы с проблемой наполнения бюджета, когда мы не можем компенсировать все свои траты только за счет нефтегазоносной отрасли, да, вдруг выяснилось, что так эти люди там нам нужны. А кто делает самолеты, вертолеты и даже ракеты? Да вот эти вот самые граждане. Я, кстати, по собственной организации знаю, вот приходят люди, которые у нас на территории Тверской области, производят вещи, говорят, ну вот видишь, там ракета полетела, да, а вот эта вот штучка наша, да, то есть без нее невозможно. Это же вопрос-то сложный. Вот. И, соответственно, вот это вот движение к тому, что предприниматель это не мошенник и не вор сразу изначально, оно, к сожалению, ну мы прошли даже там не половину, а какой-то кусочек еще пути. Кусочек? Да. Что касается средств и полиции, там, значит, ну, к сожалению, как в каждой структуре присутствуют там люди, которые используют власть, данную государством, не для решения государственных проблем, да, для чего это существует аппарат? Для того, чтобы пресечь нарушения, но с этого, с помощью той власти, что тебе дало государство, можно пресечь то, что тебе выгодно или выгодно твоему знакомому, как пример только что приводился, да, или человеку, который поспособствовал тому, чтобы тебе от этого процесса чего-то досталось. И отсюда происходят все злоупотребления. Вот этот вот общий конгломерат, и посмотрите, общественного осуждения с точки зрения, что ну как же там посадили предпринимателя или он был вынужден что-то там, не дай бог уехать из страны, его же почти нет. Как правило, наоборот. Да, ну, значит, так и надо. Посмотрите, ну вы уж извините, средства массовой информации, да, и так у нас поймали каких-нибудь откровенных жуликов, которые, ну, продают паленую водку, ну, условно говоря, там, да, которые ее делают. Делают это. В полиции говорят, давно нет паленой водки, есть водка сделана на тех же самых предприятиях, только в третий с методом. Я, хорошо, ну, возьмем сигареты. Вот это пример. Ну, возьмите что-нибудь другое. Есть еще другое. Эти люди, это у нас, да, сразу их предприниматель, который, как гласит у нас телевидение или радио, украл или сделал что-то, но он не предприниматель в этом смысле, да, он сознательный гражданин, нарушающий, сознательно нарушающий, да, уголовный кодекс. Это не предпринимательство. Но предпринимательство, это достижение прибыли в процессе производства тех или иных законно разрешенных предметов или действий. Вот. То есть, мы, в общем-то, к этому привыкаем. Поэтому сейчас пошла другая волна осознания, что еще один момент, да, когда нам запретили санкциями, а вы не купите у нас вот это, вы не купите у нас вот это, вы не купите у нас вот это, а где мы тогда это купим? Только в своей стране, да. Если мы это можем купить в своей стране, то кто-то должен произвести кто. Следующий момент, который здесь присутствует, который мне часто не нравится, вот еще, это некое равенство всех, простите, зверей в предпринимательстве, да, но там есть самые равные. То есть, вот когда мы определяем, кто более прав от формы собственности. То есть, если она частная, ну, немного такой более второсортной. Если она муниципальная или государственная, да, то коллеги, наверное, не дадутся врать. Ну, просто они промолчат, им нельзя рассказывать про эти случаи. Ну, если будут судиться государственные унитарные предприятия и ООО «Иванов», то почему-то в суде, ну, так получается случайно, видимо, больше, да, вот никогда такого не было. И вот опять. Больше шансов выиграть это разбирательство, невзирая на его реальное содержание, все-таки у одной из этих форм собственности. Вот это вот все накапливается, и получается, что реальный предприниматель, он как пасынок в своем государстве с точки зрения власти. То есть, он вроде как бы нужен, но нельзя без него обойтись. Но в то же время это немножко такое нечто неосновное. Сначала мы, я завершаю тут, наполним социально бюджет, ну, накормим бюджетников, врачей, учителей. Это правильно. Вопрос, где в бюджете деньги-то возьмем. Конечно. И поэтому, когда мы смотрим, например, на бюджет нашего региональный, да, мы видим его возрастание постепенно, это в том числе связано и с необходимостью, и с возможностью, и с теми мерами, которые предпринимаются, с точки зрения его наполнения, да, и значит, нельзя убивать лошадку, да, которая нас кормит. Вот эти вот все факторы, они в итоге потом выливаются в конкретные судебные преследования, дела и так далее. И чтобы хоть как-то смягчить, хоть какую-то маленькую такую прослойку создать, мы в свое время вот с Антоном Владимировичем создали этот центр общественных процедур, да, он и торгово-промышленная палата. Потому что это один из малых инструментов, нацеленных на оказание помощи. Если мы хотя бы вот какой-то там процентник за счет его снимем, этого напряжения и непонимания, то это будет хорошо, и к этому мы и стремимся. Господа, вот, то есть в итоге, вот, я все-таки пытал-пытал замечательных юристов, они как замечательные юристы все так хорошо сказали. А вот, Вычислав, вы сказали то, что я хотел услышать. Все-таки я понимаю, что в нашем обществе до сих пор не ижит вот эта классовая борьба крестьян и пролетариев против тех, кто какого-нибудь там предпринимателя саблина. Раньше был просто получается, хотя парадокс, ведь сейчас кто в правоохранительных органах? Это наши ровесники, моложе. То есть люди, которые не застали вообще вот этого советского прошлого, которых, ну, вот меня еще учили в школе, что вот он мироед, его нужно в солнечный Магадан отправить. А вот весь парадокс, что до сих пор вот это, как каким-то образом, то ли в школе милиции так учат, то есть это передается. Знаете, вот это, ну, я не знаю как, потому что до сих пор вот приходит раз 30-35-летний молодой следователь, а у него до сих пор вот это классовое воззрение, что безумный предприниматель, наверное, он в первую очередь априори виноват. И не должен доказать свою вину, а он должен доказать свою невиновность. У презумпции невиновности нет. Не, коррупционную сторону, я понимаю, всегда в любом обществе, при любой власти есть какой-то, который действительно просто действует из коррупционных. Ну, просто вот я подал вот как раз Веронику, почему так действует? И получается, а вот потому, даже не потому, что у него, может быть, юридических знаний не хватает, может, ну, я сделал предположение. Он так трактует, да, он так видит. Это понятно, что, а почему он так видит? А потому, что у него вот эта матрица до сих пор советская сидит, что вот это мироед. И вот, и даже, как вы сказали в суде, вот если тут муниципальный предприниматель, судит СОО Иванов, вот муниципальное, оно государственное, народное, оно, наверное, честнее. А вот это наверняка там где-то, что-то где-то до урвало. Понимаете, вот в том же муниципальном. Ну, как же мы осудим муниципальное, тогда оно, свой ущерб, да, ну, или то, что присудит ему суд, будет покрывать из муниципального бюджета. А реально думают, что это предполагают? То есть они считают деньги налогоплательщиков? Нет, вот просто это предположение не за кого-то, а такое, мое собственное мнение, да, чисто субъективное. Вопрос опять, где, откуда в муниципалитете эти деньги взялись-то? То же самое, когда мы говорим, что, ну, очень своеобразно. Вот в чем наша основная цель? Государство, государственный аппарат должен быть нейтрален ко всем своим гражданам. Ух ты, естественно. Между нами с вами могут быть какие-то, какие угодно отношения, да, я работодатель, вы наемный работник. Или наоборот, противоречия между нами будут всегда. Наш с вами трудовой договор, это компромисс, да, наших желаний, возможностей и хотелок. А вот государство должно быть нейтральное. Как только государственный аппарат начинает использоваться для того, чтобы создать вольные и невольные преференции какой-то прослойки населения, да, или еще кому-то, то сразу же, естественно, возникают отрицательные моменты. Еще один отрицательный момент – это дележ 90-х того общенажитого имущества, которое было осуществлено в советское время. Да, а после того, как оно приватизировалось и оказалось в руках, ну, назовем этих людей олигархами, остался неприятный психологический осадок, что строили, мы строили все, да, начиная от комсомольцев и заканчивая кем угодно, а досталось кому-то. И вот мнение, что предприниматель – это олигарх обязательно, он тоже сидит где-то в патронах. Ну, это все то же самое классно получается, обида простого народа на то, что вот ты не мог, честно, заработать, наверняка ты в мутные 90-е, где-нибудь там за ваучеры левокупленные купил, и на этом сейчас развивается бизнес. Ну, новое поколение, там, не все помнят, что там было в детстве, и мне кажется, здесь ситуация меняется в лучшую сторону, потому что раньше проводили опросы, там, даже среди школьников, хотите стать предпринимателями, вот, ну, деловой России, и там одна-две руки в классе была, там, в ведущих школах. Сейчас даже проводят федеральные опросы, это показывает, что многие выбирают свободу действий, предпринимательство, риск, не все так плохо. Я про такие опросы слышу в последнее время много раз, и как раз наоборот, мои коллеги СМИ как раз говорят, что большая часть понимает, а я хочу либо чиновником быть, либо в Газпроме, там мечты бывают. 5-6 лет назад точно так было, а сейчас, мне кажется, еще проблема другая, я в продолжении о том, о чем происходит, ну, это о чем говорит, это о том, что все прям воспитанные там учились, юридические науки постигались с классовой ненавистью к бизнесу? Нет, конечно. Есть подход. А это то, о чем я вот тоже говорил. А так проще. А так проще, еще раз говорю, проще, вот палка тем более, вообще проще, начальник спросит, проще его сразу закрыть. Вы видите, проще, а небольшое количество дел, хотя динамика есть тоже позитивная, определенная, небольшое количество возбужденных дел доходит до суда. И где же тут проще? Потом отвечать иногда приходится, вы знаете, есть случаи, когда разворачивается все в спец. Есть, есть. На самом деле, мне кажется, коллеги, вот о чем вы говорите, почему так происходит. Закон-то он для всех один, но применяет его по-разному. А почему? Это как вот есть выражение к словам юриста, да, юрист должен говорить адвокат не так, чтобы его поняли, а так, чтобы вы не могли не понять. Если норма позволяет применять ее здесь в одном вот так случая, а здесь в другом, значит, норма не, например, отвечает никому критерию, пусть должен он, правовая определенность, да, что нельзя иначе применить. Вот если, например, понятно, что невозможно все нормы сделать, безусловно, такими, чтобы можно было применить только одним определенным образом, тогда вне зависимости от того, кто будет ее применять, она будет применима единообразно. И вот здесь вопрос о том, что с одной стороны мы должны говорить не только, на мой взгляд, все-таки каждый подлежит защите, да, и не только бизнес, но и интересы государства и членов общества в этом, где существует этот бизнес. Если мы говорим о возможном преступлении, то оно в любом случае причиняет кому-то ущерб. И, соответственно, сильно, скажем так, увлекаться исключительно защитой бизнеса тоже неправильно, потому что создавая где-то очень много препятствий, да, к применению норм, каких-то моментов, мы тем самым сделаем менее безопасности для других окружающих нашего общества. И здесь, конечно, нужен баланс, а этот баланс, он и достигается в том числе общественностью, участием, рассмотрению и как раз процедуре бизнеса, против горожей общественной процедуры. Балансу добавил слово объективность, да, и вот в частности торгово-промышленная палата, и Александр Юрьевич это прекрасно знает, мы осуществляем независимую экспертную оценку досудебную, судебную, в ходе уголовных дел к нам обращаются в том числе и органы дознания. Что это дает, да, во-первых, следователь не является человеком компетентным во всех дикталях, начиная от технических и заканчивая финансовых, это естественно. И нормальный следователь, он прекрасно это понимает, и ему нужно мнение специалистов, ну я так совсем уж утрирую. И вот мы это заключение даем, и оно не направлено на субъективную защиту кого-либо из участников в этом процессе. Оно направлено на поиск истины. И вот когда мы складываем по чуть-чуть, да, разные структуры, там, адвокатская служба и так далее, тогда мы вот в этой вот конглоберате мы можем найти правильное решение. Здесь, на мой взгляд, как раз стоит говорить о том, что можно и в ситуации простой ничего не делать с точки зрения своей защиты, да, и потом роптать на результаты того, что получилось, а можно активно защищаться. Бизнесу? Любому, конечно, на любому человеку, который считает, чтобы он пострадал, потому что любой процессуальный закон, возьмем там уголовно-процессуальный, арбитражно-процессуальный, любой, он позволяет и определенные инструменты защиты так или иначе регламентировать, дает возможность, пусть на разных стадиях, с разных пределами, да, но осуществлять их. И все зависит от того, как эффективно, как активно эти механизмы используются. То же самое в защите и в рамках уголовного дела, да. Опять же, и замечательные институты общественности, также обращение к полномочному в тех или иных ситуациях, в Центр общественных процедур, обращение и использование своих прав по обжалованию действий, если они являются неправомерными. И есть и примеры, когда действительно и, соответственно, оперативно застали мероприятия, проводящиеся, например, в офисе предприятий, да, только, вот знаю, там какие-то примеры в СМИ писали, коллеги тоже делились, да, что только дойдя до Верховного суда, Верховный суд оценивает их как неправомерные. Но люди доходят до Верховного суда, а чтобы до него дойти, нужны еще другие процедуры, пройти другие инстанции. Просто не все это делают. Не хватает, может быть, где-то энергии, да, может быть, где-то не верят в результат. Но, на мой взгляд, и я сторонник, опять же, мы говорим о защите, да, мы защищаем доверителей, и мы всегда стремимся использовать все возможные механизмы для защиты, но в зависимости от той процедуры, в которой находятся те отношения, в которых это нарушение возникло. Вынуждены вас прервать. Наш эфир подошел к концу стремительно. Мы сегодня говорили о том, как бизнесу помочь, если он считает себя неправедливо обиженным. Поэтому, дорогие бизнесмены, вот как только что сказал Александр Крылов, не будьте пассивными, если считаете, что вас как-то обидели, несправедливо на вас, что называется, наехали правоохранительные органы, ваши партнеры, конкуренты и так далее, обращайтесь, либо вот бизнес-омбудсмен, Тверская торгово-промышленная палата, или просто наймите хороших, замечательных юристов, и они любому суде хорошо обоснуют в суде, что сон есть сон, не сон есть не сон, и выйдите сухими из воды и защитите ваше имущество. Не будьте, пожалуйста, пассивными, пожалуйста. Есть все для этого структура, которая вам обязательно помогут. Спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». До новых встреч.